Премьер Смайлов пригрозил чиновникам кадровыми решениями. Он раскритиковал членов правительства из-за низких темпов подготовки к зимнему периоду и призвал их не сидеть в кабинетах. По словам премьера, системным оператором компании КИГОК утверждены ремонтные работы на ТЭС. Но во многих регионах они идут с отставанием, а в отдельных случаях переносятся даже на следующий год. Мы уже видим ряд недостатков в работе акиматов и центральных органов власти. Некоторые откладывают ремонт на следующий год. Необходимо усилить ответственность владельцев объектов энергетики. Подготовку к отопительному сезону оцениваю как неудовлетворительной. Ответственные заместители первых глав акиматов и министерств не должны сидеть в кабинете, а должны быть в центре всей работы. Если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц. Уже в кулуарах Кабмина на возмущение казахстанцев из-за повышения тарифов на тепло ответил глава Минэнерго. Садхалиев указал на существенный износ данных объектов. Подготовка к зиме, то есть проведение срочных ремонтов, также критическим является повышение заработных плат, особенно производственного персонала. Ну и в целом, конечно, будем думать по уже модернизации данных объектов. Журналисты поинтересовались, какую нагрузку несут бизнесмены, которые содержат ТЭЦ. По их словам, казахстанцы возмущены тем, что восстанавливать станции будут за их счет, за счет повышения тарифов. По экибастуской ТЭЦ 50% на себя взяли бизнесмены. По ридеру ставится вопрос не только участия собственников, но и вхождение государства в устав данного предприятия. По другим объектам степень ответственности собственников, безусловно, будет рассмотрена, будут приняты точечные решения. Ранее сообщалось, что в Астане планируют с июля повысить тариф на тепло более чем в два раза. Данная мера объясняется необходимостью средств на ремонт теплосетей. Об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили также алматинцев. Недавно вице-министр энергетики рассказал, что к ним поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Свои заявки они объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ. Боржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.